сегодня с божьей помощью мы рассмотрим главу из книги вера упования хазона ишем и глава называется глава мораль и закон и в прошлый раз мы читали про упование было очень тесно теперь почитаем про другие рассуждения хазон иши великого мудреца торы ахазон иши говорят что исхак зильберг говорила хазон иши шоу двадцатые годы палестинов которую тон задавали сионисты социалисты представляла собой в смысле еврейской учености духовную пустыню и трудно было поверить что в этой бедной далекой от еврейских центров в стране появится знатоки торы возродятся иши вы и вот 1933 году сюда приехал из вильно мало кому известный раби авраам ишая карелец хазон иш и этот человек формально даже не не бывший раввином стал признанным духовным лидером еврейства страны израиля который в короткий срок организовал целую сеть ишив и сделал бный брак городом торы это кратко хазон иши и вот и мораль и закон моральные нормы и обязанности иногда представляет собой одно целое с постановлением по аллахе еврейскому закону и тогда аллаха определяет что является запретным и что разрешенным сфере морали например пример тому мы находим в талмуде сказали наши мудрецы в тартате бава батра что учителя обучающий торе маленьких детей не имеет права выдвигать по отношению к другому учителю пришедшему искать заработка в той же месте претензию что тот лишает его источника существования какой-то город где есть свои учителя вдруг пришли новые из других мест горожане которым свойственно как всем людям тряготиться старым и набрасываться на все новое стали дружно нанимать новых учителей и прежние учителя пострадали обиженные преисполнились ненависти в сердцах на своих новых гонителей и ненависть это побудило их искать поводов для всяких вздорных обвинений и приучили языки свои злословить на врагов и так переходя шаг за шагом от одного злого дела другому выступили сложными обвинениями пытаясь возбудить жалость горожан к себе из-за жестокости пришельцев и умножили скандалы и ссоры мстя своим врагам по мере сил между тем если бы только нашей ситуации лоха было бы на стороне обиженных и они имели бы право соответствии с законом воспрепятствовать пришельцам то в их действиях не было бы греха напротив в роли грешников восстающих против закона получено нашим учителем ушей на горе сына и оказались бы новопришедшие и во всем действиях против них не было бы запреты на спорт злоязычие и напрасную ненависть а было бы только заповедана война с целью водворить закон и порядок на самом деле поскольку лоха постановила что соперничество мудрецов торы умножит мудрость и этот принцип приоритетней чем защита источников пропитания частных лиц то оказывается что новопришедшие действовали по закону а те кто поднялись на борьбу с ними проливают невинную кровь и тем что ненавидеть невиновных приступает запрет ненавидеть брата своего а когда говорят о них плохое приступает запрет для излечии когда собираются против них собране и приступает запрет поступать как коров а когда мстят им и воздерживается от того чтобы делать им добро приступает запрет общения. И когда постановили наши мудвецы в Талмуде, в соответствии со сказанным там же, согласился Рав Уна, что учителю, обучающему Торе маленьких детей нельзя препятствовать, когда он приходит туда, где уже есть учителя, то это постановление включает в себя еще много других законов и правил морали, которые из него вытекают. Требование морали обязывает каждого человека насадить и взрастить в своем сердце привычку следовать важнейшему принципу. Всегда, когда сталкивает нас с этим жизнь, взвешивает на точных весах Аллахи, кто в данном случае преследуемый и кто преследователь. Известно, что мораль Торы, приучаясь над любить и жалеть преследуемого и сурово осуждать преследователя, если это так, то сколько же велика и страшна опасность бы среди тех, кто путает и подменяет преследователя преследуемым, а преследуемого преследователем. И найти истину мы можем только в книгах авторитетов по Аллахе, наследие наших мудрецов, благословенно их память. Но если кто-то не утвердил в своем сердце этой основы взвешивать каждую ситуацию на точных весах Аллахи, то не помогут им и долгие годы учебы. И великие усилия по совершению нравственных качеств, ибо при встрече его со всякой сложной, задевающей за живое жизненная ситуация при столкновении с ближним, он наверняка рассудит дело в соответствии со своими природными склонностями. И даже если они сами по себе уже совершенны и исправлены, тем не менее во многих случаях они не будут соответствовать установлению Аллахи, данным с небес. И если основы суждения его по этому делу будут искажены, то также и все результаты этих суждений неизбежно будут вредоносными и чуждыми истине. И когда упомянуты Высший Учитель, пострадавшие от нашествия пришельцев, возвысит свой голос в горькой жалобе перед Всевышним, спаси меня от гонителя моих, оба сильные они, то ответит ему голос немец. Ты подобен тому, кто делает дела Зимры, а просит награду Пинхаса. О поступке Пинхаса написано в Бемидбаре. Разве не ты сам преследователь? Это ты тактую штору произвольно? Разве не установлено уже в устной торе, что когда приходит новый учитель, ему нельзя препятствовать? Побуждение к злу, ецараран, наиболее усиливается в человеке, когда грех не является явным и открытым, и дело нуждается в обсуждении и прояснении. В сердце человека заложена определенная сила, побуждающего чувствовать отвращение к злу и всяческой порчи. Сила, всегда приходящая на помощь тому, кто ищет добра, ведя войну со своим телесным вожделением. Однако сила эта темна и неясна, когда речь идет о неясном законе, и нет у нее должной мощи и напора, необходимых, чтобы представить перед человеком результаты извращенного суда во всей их неприглядности. Ибо упомянутая сила не ощущает Аллаху и не заронит в сердце человека сомнения. А вдруг я неправильно сужу все это дело? И потому не столь уж удивительно, что даже среди людей, душевные качества которых исправлены в известной мере, видим мы иногда, хотя не столь часто, как важный человек вступает в конфликт с ближним и не желает прислуживаться к наставляющим его, и не пытается расследовать свой спор с точки зрения Аллахи, и берется со всей энергией за эту войну, и связанные с ней ссоры и скандалы, и вся интеллигентность его и утонченность исчезают, будто их и не было. Починение себя закону Торы – это великое и возвышенное духовное приобретение. И оно включает в себе две части – приучение и изучение. Как известно, одна только вера в узком смысле этого слова не может воспрепятствовать человеку делать зло, ибо он преследуемо своими естественными стремлениями, затопляющими его своими бурными потоками, чтобы достичь совершенства, при котором дела человека и его вера уже не будут противоречить друг другу, он должен терпеливо приучать себя и постоянно учиться, и в помощь всему этому написано много книг и высказано много мнений и идей многими мудрыми людьми. И все согласны с тем, что исправление душевных качеств человека состоит, с одной стороны, в том, чтобы сурово осуждать следование за своими естественными наклонностями, а с другой стороны, побуждать к исполнению великой обязанности подчиняться законам Торы и к обсуждению и осуждению за великий грех, совершаемый попирающими волю Господа, выраженную его святой Тори. И когда обучается человек распознавать зло и ощущать отвратительность его, а с другой стороны, осознать свою обязанность хранить добро, то все это вместе ставит человека на верный путь, которым он может следовать во все дни своей жизни. Итак, для исправления человеческого сердца существует только один путь и одно средство. Это добрые и правильные дела, которые совершаются вначале с принуждением по отношению к самому себе, хотя и с предварительным согласием на это принуждение. Затем с умножением добрых дел, совершаемых в полдлинной войне и с большим усилием, направленным на подавление стихийных самопроизвольных желаний, происходит переворот. Желание сердца отвращается от зла и устремляется к добру. Таким путем свершается приобретение добра, посредством приобретаемого навыка преодолевать раз за разом свои вожделения, относящиеся к сфере материального и наклонности своей души и поступать в соответствие с указанием разума и обязанностями, налагаемую Торой. И мало по малу склонность к добру закрепляется у человека уже в его свободных стихийных порывах и импульсах. Все это прямой и верный путь приобретения добра силой привычки. Но также и приобретение добра на путях учебы свершается вначале на путях войны, чтобы смирить и обуздать вольную стихию вожделения. Ибо немного найдется таких людей, что сразу готовы штудировать книги, осуждающие стремление к удовольствиям и проповедующие скромность и отрешенность, и обуздывающие юношеское легкомыслие и шалость. И по неволе придется для изучения такой книги прибегнуть к принуждению, основанному на предварительном согласии, чтобы покорить природу с ее наклонностью к иллюзерному. Писали ученые наши мудрые о богобоязненности, о влиянии, которые оказывают на человека два различных вида учебы. Первый вид – это изучение обязанностей исполнять закон, идти путями Торы и пробуждать свою душу ко всему, что достойно этого, осознавая, кто повелевает на всем этом, на всем этим, Господь Бог наш, будь Он благословен, Господин всей земли, Создатель всех творений, Осознавать тяжесть греха того, кто закрывает глаза на бытие Творца и строгость наказания за это. Второй вид учебы – это изучение правил и закона Валахи во всех их деталях. Изучение Торы очищает душу, делает человека утонченным и возвышенным, взращивает в душе ни с чем не сравнимые ощущения чистоты и святости и в то же время наслаждает глубоко в сердце отвращение глупому легкомысленному веселью и пустым развлечениям. И кроме всего этого, благодаря усердному изучению Торы, человек удостаивается того, что исполняет заповеди во всех их деталях с величайшей любовью и преданностью после того, как тяжело трудиться над их изучением. И внутренний голос, исходящий из тайников чистой души, подсказывает, что для этого он и был сотворен, как говорил об этом рабе Йоханн Бен Закай, как написано в Перке Эвод. В действительности, хотя интенсивная учеба в сфере Аллахи воспитывает любовь к Закону прежде всего именно в той области, которая была предметом изучения, она также прививает любовь к исследованию Закона вообще, во всех областях Аллахи. Ибо вера в истинность Закона во всех его деталях, в аспекте чувства и эмоций, пробуждаемых при встрече с Законом в душе человека, приобретается лишь ценой определенных усилий. Причина состоит в том, что эта вера не является для человека чем-то естественным. Напротив, первоначальное поверхностное ознакомление с Законом только отдаляет ее. Трудно принять, к примеру, что вытягивание одежды в субботу – это действие, за которое нужно приносить жертву, хатат, при неумышленном нарушении, другими словами. Это действие при определенных условиях является прямым нарушением запрета Торы. Смотри подробнее в соответствующей литературе. Млихет Мелабен. В то время как колка дров – это швут, нарушает только запрет мудрецов. Лишь же поверить и принять, что посуда, проданная нееврею, накануне праздника Песах, после праздника нуждается в окунании в микве. Но еще труднее принять истинность законов в имущественной сфере – в ситуации, когда человек втянут в конфликт с ближним по поводу имущества, и все его душевные силы и качества мобилизированы в такой ситуации против соперника, и он нигде ни в чем не видит своей неправоты. Ецерара – дурное побуждение – разрастается в нем и может склонить его в любую сторону, чтобы ослепить его глаза, заткнуть уши и смести все препятствия с его пути. И тогда должно смириться его сердце, чтобы признать суд и закон, и увидеть, где и в чем он не прав в этом споре. После того, как он сам провел многие дни и ночи в изучении и исследовании закона над книгами комментаторов авторитетов по Аллахе, приложивший нам верные пути в широком море устной Торы. И все тяжкие труды должны стать ему щитом против естественной склонности к конфликтам и присвоению чужого, и привить вместо того любовь к закону и тягу к справедливости, которая будет ему дороже всех богатств в мире. Сколь же важны для нас драгоценные слова истины, которые мы находим в послании на эту тему Раба Исраиля Салантина. Будь благословена память этого праведника. Вот что он писал. Даже если в таких законах Торы, как запрет некошерного мяса или смешивание мясного с молочным человека, берегут его обычные привычки, он сам остраняется от нарушения законов и Ецерара не может победить его, то в противоположность этому, во взаимоотношении между человеком и его ближним, человек с легкостью приступает к закону. Сердце его не испытывает страха, и даже когда товарищ потребует его к суду, он испробует все возможные приемы и средства, чтобы уклониться. Но разве запрет присвоения чужого имущества не строже и не тяжелее, чем запрет некошерного мяса? Так что даже Йом-Кипу, где неискупление, не искупает этот грех. И хотя всегда, когда человек владеет чем-то, что не принадлежит ему строго по закону, он приступает к запрету присвоения чужого, тем не менее, из-за отсутствия у человека твердой привычки остерегаться нарушения, душа его лишается важного приобретения, любви к закону и страха перед ним. И говорит далее Раби Исраев, что даже люди, которые из долгого уважения к их добрым делам принято называть богопоязненными, случалось спотыкались в этом, уклоняясь от пунктуального исполнения закона в сфере отношений между человеком и его ближним. И главное средство лечения подобных болезней души это глубокое изучение Аллахи, входящее в тончайшие детали всех разделов закона, способное навсегда укоренить в душе любовь к нему. Важный вывод, который мы делаем из слов Раби Исраиля, состоит в том, что во всех своих усилиях обрести страх перед Всевышним человек так и не сделает главного. И оно так и останется в недостающем его душе, если он не потрудится хорошо над детальным и глубоким изучением Хошин Мишпад, раздел Шульхана Руха, посвященный имущественным законам. Быстрое же и поверхностное изучение не приводит к желаемому любви к закону и преданности ему. Глубокое изучение законов до полного их прояснения во всех их разветвлениях это многолетний труд, требующий величайшего усердия. И исключительность его связана с исключительностью и уникальностью поставленной цели знания всей Торы и благословенной памяти наши мудрецы не желали слов на эту тему, поясняя, что указанные великой цели не достичь усилиями непостоянными и незначительными. И говорили, что приобретение Торы включает в себя 48 отдельных приобретений. Смотри, Пиркея вот. И каждый из них это выход за рамки естественного, за рамки всех привычных обычных человеческой личности, обычной человеческой личности, чтобы достичь этого необходимо вступить на путь совершенством, так, чтобы природа и естество человека уже не были помехой и усилием в учебе и преданности ей. И ради этого не даст он сна глазам своим и дремы векам. Благословенные памяти наших мудрецы превозносили важность правосудия Торы. Так в Талмуде сказано, когда судья творит истинный и справедливый суд между человеком и его ближним, то даже если он занимается этим короткое время, ставит это ему Тора в заслугу так, как будто он был соучастником Всевышнего в деле творения мира. Ибо справедливый суд является условием существования всего мира. Как сказано в Перкея, как сказано в Перкея, вот, Рабан Шимон бен Гамлиэль говорил, «На трех вещах держится мир на правосудии, истине и мире». Писал Тур в Хошен Мишпад, когда благословенные памяти нашей мудрецы сказали, что судье, творящему истинный и справедливый суд, Тора ставит заслугу и так далее, они имели в виду, что святой Буден Благословен сотворил мир для того, чтобы он существовал, а злодеи, грабая и присваивая чужое своими делами, разрушают его, как это было в поколении потопа, приговор которому был подписан в конечном счете ни за что иное, как за грабеж, хотя были и другие грехи. Из этого следует, что судья, хватающий грабителя за руку и возвращающий награбленное законным хозяевам, поддерживает этим существование всего мира и способствует исполнению желания Творца, который сотворил мир для того, чтобы он существовал. И этим судья как бы делается соучастником святого, будь он богословен в творении мира. И с Авраамом, нашим отцом, да пребудет мир с ним, сблизился Господь и назвал любимым своим только за то, что тот шел дорогой правосудия и наставлял тому своих сыновей. И наш учитель Маше, мир ему, отец всех пророков, принял совет Итро о назначении судей, чтобы они предстарегали еврейский народ и наставляли его в правосудии. И всевышний согласился с этим, и Ишуа, заключив союз с Израилем, завершил свои слова наставления в правосудии, как сказано, и заключил Ишуа союз с народом в тот день и учил его закону и правосудию в шхеме. И все это потому, что закон и правосудие важнейшая основа служения Господу. И далее продолжает нам Тур на ту же тему. Все это написал Тур, да будет богословена память об этом нашем великом мудреце и учителе в начале своего имущественных законов Хошин Мишпад с целью научить нас, что законы, определяющие, что такое грабеж и отнятие чужого имущества не устанавливается и не трактуется по суждению и мнению людей, но только по закону Торы. И все, что делается не по закону, это грабеж, даже если с эмоциональной стороны люди не понимают этих законов и не соглашаются с ними. А с другой стороны, все, что делается по закону, это осуществление правосудия, даже если это противоречит человеческим взглядам и суждениям. И как писал в своем послании и благослейной памяти рабе Израиль Салантер, «Все, чем владеет человек, не в соответствии с законом, это награбленное и от этого предостерегает Тор». «Люди, которые достигли совершенства душевных качеств, именно над этим они трудились юности, изучая посвященные тому книги, однако не изучавшие законов имущественных отношений, по которым надлежит вершить правосудие, и потому сердце их еще не удостоилось обрести любовь к суду и правосудию, более склонны стать жертвой болезней искривления суда, чем простые люди, не изучавшие книг о богобоязненности и исправлении душевных качеств. Так происходит, ибо обычай Ецарара вносить гордыню в сердце человека, движущегося к совершенству, сообщать ему уверенно в своих взглядах и напористость. Такой человек начинает смотреть на простых людей сверху, как будто он сам вознесся над ними высоко-высоко, и все, что он делает в его глазах, образец совершенства. И если будет подозревать его, что он грабит и вершит неправый суд, то это покажется ему смешным в его глазах. Он скажет самому себе, ведь во всех моих делах я всегда делаю больше требуемого по закону, и все они честны, прямы, исполнены стремления ко благу ближнего. Не обо мне сказано, остерегайся строгом исполнении закона. Это предостережение относится к людям, которые любят себя, и дела их далеки от совершенства, и устремления их коростны, однако никак не относятся к людям богобоязненным, достигшим совершенства. Более того, всякого, кто его подозревает, он будет считать человеком, позорящим мудрецов Тора и оскорняющих имя Всевышнего, не дай Бог. Открыл нам в своем послании в благословенной памяти Раби Срая Салантера, что хотя намерения подобных людей чисты и желаны Всевышнему, дела их испорчены от начала до конца, ибо тот, кто не трудился тяжело над изучением Малахи, во всей ее глубине и деталях, тот не знает ценности ей и исказает от него пути ее и во всем его служении Господу, будь он благословен, отсутствует главное, им заповеданное, строго соблюдать все разделы Аллахи и любить ее, и если законы, по которым судят в сфере имущественных отношений, это то, чего человеку не застает, то что же он приобрел? И так же, как невозможно соблюдать субботу, не зная ее законов, и так же, как невозможно устеречь себя от запрещенной еды, не зная, что можно и что нельзя, то что так же нельзя предохранять себя от нарушения запретов грабежа и просвоения чужого без изучения законов, регулирующих отношения между человеком и его ближним, и нет ни малейшего сомнения, что тот, кто не учил закон, не исследовал его, грабит и присваивает чужое на каждом шагу даже не ведая этого, и чем поможет ему совершенство душевных качеств, которые он так гордится, когда руки его полны награбленного. К числу главных приобретений, цель которых обрести любовь к суду и правосудию, принадлежит изучение Талмуда с комментариями Раши и Тосфот, того, кто относится ко всем законам Торы в целом и законам регулирующим отношения между человеком и его ближним, в частности, как писал об этом благоценная память и раби Израиля Салантер, это более всего поможет пустить глубокие корни в учебы и даже тот, кто не является еще знатоком и специалистом во всех законах, удостаивается уже важных духовных приобретений. Он склоняет и смиряет себя перед судом, осознает, что Аллаха это основа служения Всевышнему и что необходимо спрашивать совета у мудреца во всем, что касается отношений с ближним и тому, кто ревностно изучает Тору, гмору с комментариями Раша и Тософот, Аллаху, книговых богобоязненностей и осовершенствований душевных качеств, духовное совершенство гарантировано, а честность и прямота его путей надежно охраняемы. С другой стороны, тот, кто забрасывает Аллаху и не трудится во имя и того, чтобы знать ее, он несомненно чужд любви, правосудию и страха перед ним и нет никакой уверенности, что своими делами не нанесет он ущерба ближнему, даже не замечая того сам. На этом с Божьей помощью мы приостановимся и продолжим с Божьей помощью в следующий раз. Это очень интересно рассуждение великого Мудреца Хазона Иша о том, насколько важно знать человеку Аллаху, знать мораль, ну, не только стремиться к богобоязненности и изучать книги по Мусару, но и узнать конкретные правила, как себя вести в отношениях с ближним, что необходимо изучать раздел Хошин Мишпад Шурхана Рухи для того, чтобы понимать имущественные взаимодействия с ближними в обществе и так далее. И то, что такое настоящий человек, который стремится к духовному совершенству, что это невысокомерный человек, он слушает советы других мудрых людей, он знает, что он не всегда прав, что он может ошибаться, он всегда учится, такой человек, никогда не перестает учиться. Как сказано в Талмиде Хахаме, что Талмид Хахам это ученик, который все время учится, прежде всего, а не просто тот, кто уже знает и на этом остановился. С Божьей помощью мы продолжим в следующий раз эту интереснейшую тему. Талмиде